Всем привет! Я решил сделать себе вот такую коробочку из дуба. Ну, я ее делал себе для разных мелочей, под свои нужды. Но решил ее сделать на прямом ящичном соединении и под это дело снять небольшой мастер-класс. Как я это делаю при помощи своего самодельного приспособления. Самодельное приспособление это, на мой взгляд, очень простое. Сделать его, ну, там, не знаю, 3, наверное, часа примерно займет. Оно ставится на фрезерный стол и нарезается все это на фрезерном столе. При этом, в принципе, качество шипов, которые можно делать при помощи этого приспособления, в общем-то, соответствует такому же качеству, как и на каких-то фабричных приспособлениях. Друзья, для меня самым сложным в съемках этого видео является то, что как правильно поставить камеру, чтобы и вам было, в общем-то, достаточно все подробно видно, и мне было достаточно удобно работать. Вот такой пытаюсь найти компромисс, но вот нашел какой-то ракурс. Надеюсь, что на все будет видно. Если что-то не видно, вы уж извините, я и так стараюсь максимально. Операторов у меня нет. Я сначала вам покажу, как все работает, а уже в конце подробно покажу саму вот это вот приспособление, как оно устроено, тоже очень подробно. Итак, делать буду я коробку вот из этих четырех заранее заготовленных, отресмусованных, откалиброванных дощечек дубовых. Первое, что нужно здесь сделать, это установить высоту вылета вот этой фрезы. Она должна быть буквально там на две-три десяточки выше, чем эта заготовка. Идем дальше. Вот она эта каретка. Здесь, как видите, профрезерован паз. Ставлю ее. И вот она у меня на вот этих винтах-барашках закреплена, перемещается. Значит, что я делаю? Здесь фреза у меня 8 миллиметров. Соответственно, 8 миллиметров я беру сверло. Оно у меня здесь как шаблон. Я ставлю это сверло между вот этим выступающим шипом, он у меня сделан из красного дерева, из твердого, и фрезой. Вставлять этот шаблон в сверло нужно таким образом, чтобы оно проходило достаточно свободно, но при этом здесь не болталось. После этого я закрепляю эти винты-барашки. Повторюсь, саму конструкцию я покажу более подробно в конце. Самое важное здесь, как сделать первую проходку. Я буду делать приблизительно по середине фрезы. Может быть, чуть-чуть больше, чем середина фрезы. У меня здесь есть вот такое дополнительное специальное приспособление. Оно как раз сделано для позиционирования деталей относительно этой каретки. Оно немножечко у меня сделано на расклин. Я его ставлю. И оно является у меня ограничителем вот этой детали. Выстраиваю первую деталь, ставлю ее вниз, проверяю еще раз, чтобы это было примерно по середине, но может быть, чуть-чуть побольше. И первую деталь, самый первый проход, ну, скажем так, это подтвердила моя практика, я креплю дополнительно струбцины. В дальнейшем струбцина уже будет не нужна. Потому что бывали у меня случаи, что съезжала на первом проходе. Скажем так, это в данном случае сейчас дополнительная страховка. В дальнейшем она будет не нужна. Также здесь я установил дополнительный стружка-пылеуловитель, подсоединенный к пылесосу. Ну, на самом деле, я его устанавливаю несколько иначе, но для съемок я его установил так, чтобы было, по крайней мере, видно. Потому что иначе просто вообще ничего видно не будет. Ну, и теперь приступаю к работе. Затем то же самое делаю с другой стороны. Затем то же самое делаю с другой стороны. Затем то же самое делаю с другой стороны. Как видите, я делаю фрезеровку за два прохода. Почему? Потому что при таком подходе минимизируется вырывы волокон на выходе фрезы. Получается достаточно чистая фрезеровка. Да, это занимает несколько больше времени, но зато получается достаточно чистая деталь. Не нужно никаких дополнительных проставок делать, которые бы защищали от вырыва волокон и так далее. Делается одна единичная деталь, без всего, достаточно чистая. Так, вот две короткие детальки сделаны, теперь буду делать длинные. Сразу поясню на дополнительной фрезе, как выставляются будут длинные детали. Вот эта фреза у меня, представим, что это она, я буду выставлять вот эту кромку крайнюю. Выставлять буду прямо по краю фрезы. Опять-таки для этого я применяю вот это вот приспособление для позиционирования. Выстраиваю деталь по краю фрезы, затем закрепляю заготовку опять-таки струбцины и приступаю к работе. Закрепляем муку. Дальше. Продолжение следует... Самое подлое, когда, конечно, в конце остается буквально какой-то миллиметр или меньше. И вот здесь возникает вот такая ситуация. Но, в принципе, ничего особо страшного нет. Если фрезеровать в данном случае попутно, то все равно даже при таком раскладе это все минимизируется. Сейчас нужно взять стамесочку будет. Все, ну вот я подровнял. Смотрим, как теперь все это соединяется и собирается. Посадка плотная, может быть, даже чуть-чуть чрезмерно плотная. Да нет, нормальная. С трубцинами все стянется. Вот теперь буду формировать уже непосредственно коробку. Ну а теперь, как и обещал, покажу устройство всей этой системы. Система, в принципе, достаточно простая. Берется обычный фрезерный стол, в данном случае самый простой, самодельный. Здесь две рейки дубовые. Они просто прикручены струбцинами. Прикручены таким образом, чтобы просто эта каретка туда вставлялась и без люфтов достаточно свободно перемещалась. Теперь устройство самой каретки. Сейчас я ее полностью разберу, чтобы вы посмотрели. Естественно, сам размер вот этого всего устройства делается под размер вашего стола. Вот одна деталь. Но к ней еще прикручивается у меня еще одна деталь. Для чего она прикручивается? Потому что я вот эту еще дополнительную накладку использую для того, чтобы нарезать шип ласточкин хвост. Опять же, с использованием этой каретки просто всего перекручивается еще одна деталь. Вот она у меня. Здесь вставка из красного дерева, достаточно твердого. Она шириной 8 мм, поэтому паз, который я могу здесь сделать, самый... То есть, вернее, прямой шип, который я могу здесь сделать, самый маленький, это 8 мм. Ну, меньше я, в принципе, и не делаю. А больше можно делать, в принципе, любой. Вот и все. Вот очень простое устройство. Да, снизу просто вот эта штука откручивается обычными саморезами. И меняется под ласточкин хвост. Ну, тут на ласточкин хвост нужно еще, конечно, там еще кое-чего используется. Но, в принципе, делается и ласточкин хвост при помощи вот еще дополнительной вот этой проставки. Также еще на этом устройстве можно делать соединение на, опять-таки, прямом шипе для небольших рамок. Но я достаточно редко его для этого использую. Но, в принципе, если вам интересно, могу снять ролик и про это. Вообще, если вам, в принципе, эта вся конструкция понравилась, пишите комментарии. Я так вот сниму дополнительные ролики про ласточкин хвост и про прямой сквозной шип. Как на этом же приспособлении можно все это дело нарезать. Все вставляется в паз. Пожалуйста, перемещается в достаточно широких пределах. Ну, то есть, в принципе, под любую ширину фрезы. Единственное, нужно учитывать, что мощность фрезера должна быть там не меньше 1400 Вт. Ну, вот, по большому счету, все устройство этого приспособления. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и спасибо за внимание. До новых встреч!